Не могу поверить, что здесь так пахнет дымом, на мосту московском. В кругом туман, горят торфяники, точнее дымка кругом. Надо же! Я ехал отсюда, по проспекту, и еще в полукилометре я совершенно не чувствовал этого горького запаха дыма. Мне хочется полюбоваться красками, вон с той стороны моста, сейчас мы по петле объедем. И так спустимся, нет, здесь забор, нет, здесь есть спуск. Есть вроде лесной, это засранец, обычно собаки всегда сбивают. Ну что, есть. У нас сверху лучше смотрелось конечно, чем снизу. В поле возвышенной точки, мы сейчас поднимемся наверх. Все такие хорошие. Всем нравится здешний вид. Люди собираются. Провода мешают. Где же тут идеальная точка? Наверное за опорой моста. Да. Так точно. Она здесь. Ха-ха-ха. Солнце будет, конечно, немножко слепить камеру. Вот как в природе все взаимосвязано. Малоснежная зима. Мало весенней воды. Сухость. И пожар тархяников. И пожар тархяников. Тархяники. Могут годами гореть. Это такая напасть. Смотря какие, конечно. Надеемся здесь в Киевской области сильных тархяников нет. Это не север. Малиновое солнце. Малиновое солнце. И вот, может быть мне уже кажется, это я себе нафантазировал, но характерный запах тарханого брикета. У меня часто приходилось им пользоваться. Вообще на севере, где много торфа, болота осушают. Ой, звонит. Да, так я про торф. И болота осушаются огромными роторными экскаваторами. Торф брикетируется прессом. И потом идет в качестве для отопления печей. И вот этот характерный запах торфа брикетированного я чувствую. Он мне с детства знаком. Бабушка часто покупала эти брикеты торфяные. Они ломкие, сыпучие, но в принципе жаркие. Можно хорошо растопить. Ну вот лучшие точки, наверное, мы сегодня уже не найдем. Как бы мы ни старались, мы просто не успеем. Солнышко садится. Здесь вот я хлоп безобразно огороженный бетонным забором и колючей проволокой. Ну, мы чуть сместились. Это же плывучая заправка. Смотрю. Сокар написано. Или сокар. Как ее читают, не знаю. Мой брат, кстати, участвовал в тушении пожаров в Ленинградской области, когда служил в военно-строительном училище. Снимали все курсы. Бросали на тушение. Там буквально тягачи проваливались в торф вместе с башней и с экипажем. Коварный этот торф, когда горит. У меня очень много усилий требует и людей. Большое количество. Там просто пожарные силы, я так понимаю, тяжело потушить. Надо военные. Военные, техника и все прочее. Война. Михаил Ф буквально.